Второе. Ленин о диалектике. Ленин, который жил с 1870 по 1924 года, с начала Первой мировой войны в 1914 году и крушения международного социализма, изучал диалектику по Гегелю. Его конспект на логику Гегеля содержит следующее резюме основных элементов диалектики. Первое. Исследуй сам предмет, не подменяя его аналогиями, другими предметами и так далее. Как говорили древние греки, хик родос, хик салтос. Тут род, тут и прыгай, то есть тут и покажи себя. Второе. Каждый предмет имеет отношение со всеми другими предметами или процессами. Третье. Ухвати все оттенки отношения данного предмета к другим предметам. Четвертое. Наблюдай развитие самого предмета, его внутреннюю жизнь, его распространение на другие предметы. Пятое. Ухвати внутренние противоречивые тенденции и аспекты предмета. Шестое. Рассматривай предмет как единство противоположных и противоречивых тенденций. Седьмое. Противоположные аспекты предмета переходят в иное состояние, иногда в свою противоположность. Восьмое. Разбей предмет на части и собери их обратно воедино. Девятое. Используй как анализ, так и синтез. Познание – это своего рода универсальный конструктор. Девятое. Отношения к каждой вещи не только специфичны и конкретны, но и являются общими и универсальными. Десятое. Каждый предмет бесконечен. Познание – это бесконечный процесс открытия все новых аспектов предмета. Одиннадцатое. Процесс познания идет от рассмотрения внешней оболочки вещей, их проявлению, к познанию сущности каждого предмета. Двенадцать. Познание идет от понимания одновременного существования различных характеристик предмета к пониманию причинности, то есть пониманию того, что есть причина и что есть следствие. Двенадцать. Познание идет еще дальше от понимания одного вида причинности к более глубокому пониманию взаимоотношения между понятиями в данном предмете. Четырнадцать. На каждом новом этапе познания качества, которые появлялись на более низкой ступени развития, вновь проявляются на более высокой ступени в другой форме. Пятнадцать. В развитии предмета мы наблюдаем закон отрицания-отрицания, то есть вторичного появления отношений, которые были низвергнуты предыдущим развитием. Так, к примеру, мы видим реставрацию капитализма как отрицание социалистической революции. Шестнадцать. Между формой и содержанием постоянно происходит борьба. Развитие содержания требует новой формы. Старое содержание может быть влито в новые формы. Например, мы видим, как в Древней Греции философия развивалась от поэтической формы повествования к диалектической и затем к лекционной. Семнадцать. Постоянно происходит переход от количества к новому качеству и обратно от качества к количеству. Продолжение следует...